Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я Таро Локи Практики. Сегодня мы с вами гадаем на двух колодах. Это серебряное колдовское Таро и метафорические карты. Все о нем. На такую тему, что скрывает загаданный человек, какой у него есть секрет от вас. Мы будем смотреть, раскрывать все его секреты. Или ее, вдруг вы мужчина. У нас будет шесть позиций. Сначала я буду выкладывать по одной карте. Так, какой красивый белый собачий волос. Буду выкладывать по одной карте на серебряном колдовском Таро. А потом уже буду докладывать и из этой колоды, и из метафорических карт. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. А также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, вконтакте, в инстаграм. Я вам отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Также хочу напомнить, что данное видео актуально в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Это очень важный момент, потому что вы находите это видео на просторах интернета. Значит, оно для вас актуально прямо сейчас. Итак, вам нужно выбрать одну из шести позиций. Да, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Сердцем, душой. Постарайтесь сконцентрироваться. Те, кто не может сразу, ставьте паузу. И выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. И мы начинаем. Для тех, кто выбрал первую позицию, открываем секреты загаданного человека. Что вы о нем не знаете. Какую тайну он скрывает от вас. Это королева чаш. Ну, королева чаш – это карта такая, да. Она показывает в человеке, по сути, некоторую гармоничность или гармоничное отношение с женщиной. Также любимую женщину, человека, который для души, для сердца, с которым всегда есть о чем поговорить. Ну, если вы мужчину загадали, да. Если женщину загадали, это очень гармоничная особа, влюбленная особа. То есть, в любом случае, карта означает, что человек кого-то любит. Также, что могу здесь сказать, да. Вот если вы загадали человека, который совершенно, вот совершенно, вам не проявляет никаких чувств, если вы загадали человека, с которым вы не общаетесь давно, там, да, не разговариваете, то могу здесь сказать, что там другая любовь, другие отношения уже сейчас. И вы об этом, ну, об этом именно не знаете в жизни человека, да, что происходит. Если вы загадали человека, который с вами общается, но все-таки такой бука или такая бука, а мы здесь достаем вот эту королеву чаш, то карта показывает, внутри человек любит вас. Внутри это гармоничная связь для него. Просто, возможно, характер такой, да, или там на работе не ладится. Но секрет его в том, что он к вам полностью расположен, этот человек, или она. То есть, считает, что у вас прекрасная пара, что у вас очень такой гармоничный светлый союз. И душой человек привязан, у него светлость такая внутри по поводу вас, чувства светлые. Вы ему полностью по сердцу. Вот. То есть, человек вас любит, просто если ведет себя как-то не очень правильно, то значит, что это не от того, что он вас не любит, да, не от того, что разлюбил. Если для вас очевидны его чувства, этого человека, то есть, вот, любит этот человек, и все. Видевте вы его чувства, то этот человек вообще от вас, в принципе, не имеет секретов. То есть, ты моя дама сердца, или если вы женщину загадали, я в тебя влюблена, да, и никаких тут не может быть тайн. Видите, выпадает карта четверка жезлов. Она означает, что у человека внутри есть некоторый шаблон счастливой семьи. Этот шаблон человек подчеркнул из чьих-то других отношений. Например, от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, от тети с дядей, от своих друзей, у которых прекрасная семья, или еще от кого-то, кто является эталоном для человека. Он увидел образец счастливой семьи, и все его стремление в жизни именно к тому, чтобы создать такую семью. И причем у каждого представление-то разное. То есть, вот этой вот счастливой семьи. Кто-то даже боится ставить штамп в паспорте, потому что увидел эталон счастливой семьи без штампа в паспорте. И вот секрет человека, может быть, знаете, с чем связан внутри? Особенно если вы не общаетесь, не разговариваете и расстались. Что вы этому шаблону не соответствовали. Что вы вот где-то идете поперек этого шаблона или ему полностью противоречите. Если же человек с вами в отношениях, то как раз таки и идет к тому, чтобы создать по шаблону вот эту вот семью. Эти отношения, эту гармоничную такую вот большую связь, да, на всю жизнь. Если вы мужа, загадали или жену, человек полностью открыт перед вами, честен, судя по этим картам. И вы уже выполнили вот эту миссию, задачу, да, чтобы дойти до этого эталона семьи. Давайте теперь посмотрим метафорическую карту и узнаем еще какой-нибудь секрет загаданного человека. Ну, тут вышел все-таки генерал и сзади полк. Мы понимаем здесь, в этой карте, что человек проявляет в жизни большущую ответственность. Но также карта может означать, что человек боится большущей ответственности, которую на него кто-то пытается складывать. Вот если первый вариант, что он проявляет в жизни большую ответственность, да, то вы можете не видеть от этого человека таких чувств и так далее. Просто потому, что у человека, ну, вот эта ответственность, она пронизывает его всю суть. И, мол, делал очень много, мне нужно отвечать за всех, я вот тут вот занимаюсь делами, я там в своей жизни кусочек тебе там какое-то время не уделю, но на самом деле мне нужно вот, да, еще вот тут кучу всего сделать. Если боится ответственности, то будет всячески избегать быть таким полководцем или даже полководицей, брать на себя, да, обязанности. И с чем это связано? Даже, может быть, с какой-то детской психологической травмой от отца, который давил авторитетом. То есть, допустим, образ отца, фигура отца, да. Ну, такая вот первая позиция у нас. Позиция номер два. Вскрываем все секреты загаданного человека, да, что вы не знаете о нем. Вышла карта рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов – это ревность, это человек несет огонь, буквально едет наверх, люди несут огонь. То есть, это такой якобы маг, да. Карта показывает, что есть в вашу сторону очень сильный запал энергии. Поэтому огонь, он часто может означать ревность, дикую ревность, чувство собственничества, но при этом без проявления своей ответственности. То есть, я собака на сене некоторая, да, которая не хочу, чтобы тебя кто-то трогал, да. И при этом не хочу за тебя отвечать. Вот. Также карта может показывать, что человек собрался в дорогу, а вам об этом совершенно не сообщает. В какие-то странствия, в другие страны, там, не знаю, вплоть до отдыхать, в командировку. Ну, не переезд, наверное, это все-таки какие-то разъезды. Мол, еду, а ты тут, ну, как-нибудь, я тебе потом открыточку пошлю. Вот. Если вы с человеком на расстоянии находитесь, которого загадали, то карта показывает, что он очень хочет к вам приехать. Вот он несет вам этот живой огонь, да. Огонь страсти, огонь любви. Я хочу приехать, хочу быть твоим гостем издалека. Вот так. То есть секрет именно вот в каком-то передвижении. У каждого это будет проигрываться по-разному в вашей ситуации. Также мы здесь видим восьмерку чаш. Карта показывает, что у человека есть о ком-то очень сильная забота. Возможно, данный рыцарь по-рыцарски, или, да, особенно, если вы женщину загадали, даже как-то по-матерински, проявляет кому-то очень сильную заботу, кому-то слабее себя. Вот буквально этому человеку кого-то очень жалко, кого хочется уберечь от всех невзгод и бед жизненных, кому хочется проявлять сочувствие, может быть, дарить какие-то, не знаю, деньги, обеспечивать, да, или как-то помогать. Это бывают дети, чьи-то даже дети, какие-то племянники, это может быть собственный ребенок, это может быть сирота, это даже может быть опекунство над животным в зоопарке. Все, что угодно, связанное с милосердием кому-то. И человеку нравится быть некоторым благодетелем для кого-то определенного, потому что этот кто-то имеет или благодарные глаза, или умеет благодарить по-настоящему. Вы об этом, скорее всего, не знаете, потому что данный рыцарь остается тайным благодетелем, как Робин Гуд. Или, если вы женщину загадали, кому-то проявляют материнские чувства, но вам об этом рассказывать выпячивая грудь совершенно не хочет. Теперь посмотрим карту метафорическую. Тут дорога падает опять. То есть здесь дорога, здесь дорога. Этот рыцарь или девушка какая-то, которая любит ездить, куда-то едет, куда-то едет. А куда едет, куда собирается, в какую дорогу, мы сейчас не можем сказать, здесь это не индивидуальный расклад. Но вы, я думаю, понимаете, о чем речь. И вам пока человек это держит, в секрете не говорит. Но вот как дорожка-то нарисовалась у человека в жизни. Вот такая вторая позиция. Надеюсь, что это к вам дорожка. Или совместное путешествие, как сюрприз, да? Третья позиция. Откроем секреты человека, которого вы загадали. Ну, звезда, она всегда показывает, что человек на что-то очень в жизни надеется, мечтает. Кто-то мечтает о большой любви, светлой, или мечтает стать звездой, или мечтает достичь сказочных богатств, или в другой стране жить. Вот я бегу за своей мечтой. Входите вы в эту мечту, не входите, это вопрос другой. Но этот человек вам свою эту мечту, возможно, не рассказывает. Или рассказывает, но вы даже не подозреваете, насколько этот человек зациклился на этой мечте, и ничего вокруг себя не видит. То есть вот я очень хочу достичь, да? Достичь. Также он может быть, этот человек, даже некоторым фанатикам в плане доверия высшим силам, или, как сказать, взаимодействия с высшими силами. Но тогда этот человек очень увлекается, например, эзотерикой, или любой религией. И вы даже не понимаете этот масштаб, этого увлечения. Звезда также может говорить, что этот человек безумно вас любит, восхищается вами. Но тогда, возможно, вы находитесь друг с другом на расстоянии, и он пока не знает, кем же он так восхищается. Поэтому нарисовал ваш образ в своей голове таким, какой мог нарисовать. Вот если вы этому образу на его не будете соответствовать, вряд ли этого человека это удовлетворит. То есть он нарисовал какую-то мечту в вашем лице и поклоняется этой мечте. А вы ведь совсем другой человек. Король жезлов выпадает. Ну, вообще, все-таки, касаемо вас, этот человек скрывает, как секрет держит внутри все-таки надежды, связанные с вами, да? И какую-то даже вот страсть и желание, чтобы вы разделили с ним вот этот огонь, да? То есть желание взаимности какой-то. А сам считает себя несколько неотесанным человеком. может быть слишком грубоватым, но очень хочется внутри-то нежности. То есть даже вот вы можете перед собой качка видеть там, да, если про мужчину говорить. А он внутри вот очень нежный, да? Или если вы женщину загадали, она очень ждет от вас, как от мужчины, король жезлов, да, покровительства. У нее бурлит сексуальная энергия в вашу сторону. Но она у вас видит мужчину, который может вести ее за собой и надеяться на вас, очень сильно надеяться. Теперь давайте посмотрим метафорические карты. Ну да, вот тут вот мы видим все-таки большой портрет и восхищение чем-то творчеством. То есть вот у вас все-таки идет восхищение, вот эта стадия или восхищения, или большой мечты достичь, да, достичь каких-то высот. У кого как проиграется? Либо вот это вот, вы это высота, да? Либо это просто человек хочет быть известным, знаменитым. Но это четко здесь видно. Ну, такая позиция номер три. Четвертая позиция. Открываем секреты загаданного человека. Четверка мечей. Этот человек очень скорбит о ком-то ушедшем в мир иной. Либо о своей погребенной любви. Ну, тогда у него дыра внутри, и он никого не может больше любить. Но чаще всего это скорбит человек об умерших именно. То есть для него это очень важно в жизни, что он кого-то потерял и не может отойти от этого. Внутри он эту вот тяжесть таскает. Ему очень сложно, да. Вот он прям, может быть, даже вот так же на могилку ходит или она, но не может смириться с потерей. Вам этого зачем знать, да? Вот он и не рассказывает. Мол, не хочу делиться этими тяжелыми мыслями. Восьмерка Пентакли показывает, что человек от этих тяжелых мыслей уходит в работу. Если вы загадали человека довольно отстраненного и апатичного, он не может отойти от потери кого-то в своей жизни и пытается забыться на работе. В своем сердце для вас не может даже уголка найти, потому что там просто пустота такая. Вот знаете, как выгоревшая земля, да. Бывает такое вот, а что сделаешь? Давайте метафорическую карту посмотрим, какие еще секреты у человека есть. Он себя обвиняет в чем-то очень сильно. Смотрит на себя и ненавидит себя. У него комплексы какие-то. Вот знаете, как копается в своих комплексах. Или просто именно борется внутри с чувством вины по поводу какой-то ситуации, которую в жизни создал и очень жалеет о ней. Ну, конечно, это вот именно его какие-то скелеты в шкафу, да. Вряд ли так просто этот человек этим поделится. Это его очень такие сокровенные переживания. Вот такая вот четвертая позиция. Пятая позиция. Какой секрет у человека или секреты? Будем их вскрывать. Ушла карта дьявол. Дьявол всегда означает зависимости. У человека, скорее всего, была зависимость в жизни или есть. Но как будто бы, может быть, он об этом вам не рассказал. Вы не знаете, да. Скрывает, допустим, кодированный или кодированная, если вы женщину загадали. Или страдал человек игроманией, наркоманией когда-то. Вот были какие-то зависимости очень серьезные. Но это может быть от кого-то сексуальная зависимость. Мол, кем-то этот человек болел. Этот человек может и вами болеть очень сильно. Все-таки вы тогда это увидите, да, по ситуации. Если вот индивидуально вы чувствуете, что это вот ваша трактовка, да. Дьявол может означать, что человек бредит именно вами и скрывает от вас это. Боясь вашей реакции. Но зависимость очень серьезная такая. Десятка пентаклей показывает, может быть, человека, знаете, загадали. Девушку или мужчину, кто в семье живет, в семье все хорошо, обредит, допустим, вами. И не может с собой справиться. Вот такой может быть вариант. Это и скрывает от вас его секрет, да. Но если у человека были в прошлом зависимости, то сейчас этот человек пытается построить свою счастливую жизнь. А о зависимости их забыть раз и навсегда. Даже если это были к кому-то сексуальные пристрастия какие-то, да. Или, может быть, даже извращения. Но человек хочет об этом во всем раз и навсегда просто забыть, как свой какой-то порог. Давайте посмотрим метафорическую карту. Видите, какая ситуация здесь еще и просматривается. Идет убийство на карте. Человек совершил в прошлом импульсивный поступок, о котором он впоследствии пожалел. Но когда он совершал этот поступок нехороший, да, как вред кому-то нанес, он был в гневе. То есть гнев захватил существо этого человека. И, возможно, этот человек бросил кого-то. Возможно, этот человек не знаю, совершил даже уголовное преступление. Дьявол, кстати, об этом тоже может говорить. Или человек кому-то просто пожелал плохого. Или поступил низко, подло, некрасиво. Все, что угодно. У него есть, как будто вот он так осознает, что в моей жизни есть какое-то преступление или какое-то темное пятно. Вот это он и скрывает. Ну, такая вот позиция. И шестая позиция. Вскрываем секреты загаданного человека. Услокарта колесница. Ну, по этой карте она довольно прямая. Тут мужчина, женщина и ребенок. Счастливые стоят на пьедестале. У человека есть желание счастливой семьи. Может быть, с вами. Может быть, не с вами. Но вся суть в том, что, скорее всего, человек вам прямо говорит о своих каких-то желаниях в жизни и планах. Если этот человек от вас полностью отвернулся, а мы здесь видим вот такую колесницу, эта карта показывает, он нацелен на другие отношения. Если человек сейчас с вами в отношениях, он нацелен с вами построить вот такую счастливую семью, там, ребеночка, там. Если вы уже в возрасте, то просто как новая жизнь, новое начинание, да. Ну, тогда человек от вас не имеет секретов, если вы сейчас в отношениях. Тем более, что ту спинтакли падает. Это открытая карта, которая показывает, что человек все для вас. Вот здесь разделятся люди на две категории. Первая, если вы сейчас в отношениях, да. Неважно, мужчину, вы женщину загадали, человека нет от вас секретов. И вторая категория, ну, пока что нет, да, мы еще метафорически не смотрели. И вторая категория, если вы расстались, человек нацелен на другие отношения явно. То есть, это он от вас и скрывает, какая же у вас будет реакция, да. и метафорическая карта. Мы здесь видим детектива, который все-все-все расследует и все мелкие детали подмечает. Вот у человека есть внутри какая-то дотошность. Вот он ее может скрывать. Ну, как скрывать? Допустим, хочется ему с продавцами из-за чека в пять рублей там разница в магазине поругаться. Он смотрит на вас, думает, нет, наверное, мне подумает плохо. Не буду. Но на самом деле очень хотелось бы. То есть, вот дотошность, четкость. Также это ревность такая внутренняя, да, что человек может выследить там партнера, партнершу, вот там, не знаю, целое расследование провести, чтобы понять, изменяют ему, не изменяют, следить за кем-то, ну, за вами в смысле, да, там, часто следить за вами. Даже если вы там уже расстались, может за вами следить постоянно ради интереса, да, ради докопаться там до чего-то внутри себя, что-то понять для себя. Вот есть в этом человеке вот такая дедукция, да, и это может применяться как в хорошем в жизни русле, так и в плохом. Но когда в плохом, он пытается это скрывать, чтобы не стесняться этого всего, да. Ну, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова